Время противостояния Сегодня это такой дополнительный подтекст, может быть он немножко натянутым выглядит, но довольно любопытно все-таки об этом сказать. Вот, пожалуйста, удар уже к воротам Нету. Нету один из новичков Барсио Бахче, который вроде бы боролся за выживание, а финишировал в конце концов на шестом месте в чемпионате Турции. Положение вне игры сейчас фиксирует лайнспен и нужно этот мяч положить в портах в поединке против Туна в Лиге Европы. Все это мы, конечно, покажем в Бильбао против местного Атлетика под вопросом, потому что получил травму слева, справа Джованни Ди Лоренцо, 22-й. В полузащите, 30-летний Македонис, тоже один из новичков Наполи. В принципе, я уже говорил, что пришел он из Финир Бахче. Конечно, для 19-летнего парня играет Алмаз. Фабиан Руис убирает на замахе соперника. Там, по-моему, что планета в России подача в штрафную площадь. Суарес кладет в корпус и рикожерный газон убьет. Гризман добивает. Ну что же, великолепный шанс упускает Барсерона для того, чтобы уже открыть счет в этом противостоянии. Ну, понятное дело, популярные прогнозы двух футболистов. Фабиан Руис пытается сделать. Камп Ноу его проводится каждое лето. Вот там вот Барселона опасно ударить. Барселону тоже хватает изменений. Здесь передача идет проникающий Гайеца. Пытается его задержать соперник. Пехнацией, но из-за дисквалификации этот решающий матч против Алжира пропустил. И Сенегал проиграл эту встречу. Поскольку Кубок Африки совсем недавно, в общем-то, завершился. Понятно, что Кулибали пока не в состоянии команды. Но Хюсай крайне за... Хороший перевод на фланг. Оттуда Калифон пытается простреливать. Сообщает Барселона Наполи. Пока ничья 0-0. И Наполи устремляется в быструю атаку. Наполи центральный защитник итальянской Ромы. Который перебрался в Неаполь. Ракитич. Не очень плотно играет в центре поля футболиста Наполи. Спокойно дает Ракитичу принять мяч. На его счету дубль. Ворота японского клуба Виселкобе. Удар по воротам. Не слишком акцентированный. Это Суарес. Суарес. Дрис Мертонс на подаче. Забрасывается мяч на дальнюю губернаторской площади. Где располагается Фирпа. Там правда МТТ наполагал. И пожалуйста Наполи еще одну атаку доводит до удара. Это уже Дрис Мертонс, который забил победный мяч Марсельскому Олимпику в предыдущей товарищеской встрече. Кстати, Руис почему-то не стал бить. С Арсеналом, как всегда, болельщикам высказал то, что пытно, да, что он остался все-таки на своей половине поля. И только потом принимал участие в розыгрыше. В соположный край это Инсиньо пытается запутать соперника в передачах. Здесь нет положения вне игры у Инсиньо. А вот у Калифона было и какой хороший шанс упускают сейчас неаполитанцы для того, чтобы открыть счет. Красиво футбол показывают, великолепно вычертили. Что касается Пуча, то его отец Карлос также был в Арсенал. Так что в пяти матчах пять забитых мячей и пара пропущенных у Барселоны. И тренеров порадовался, потому что команда не пропустила двух матчах. Ваге подключился, передачу сделал, но опять же на линию вратарской площади Меретт там просто обязан был сыграть. Пэрес. Пэрес бьет с левой ноги, попытка добить. Здесь мяч срезается, по-моему, с ноги у Суареса. Да, но если Суарес пока еще в таком режиме играет полуотпускном, то, конечно, такие ребята как с завершающим ударом. Да, как плотно здесь игроки Барселоны располагаются, но все равно мы видим одной передачей. И разрезали оборону, и Кальехон простреливал на Инсиньо. Нет, это Мертенс. Удивительно, как Наполи не использовал великолепный шанс, который этой команде предоставился. Во-первых, мы видим, между Фирпо и Гризманом прошла эта передача. Любопытна роль Антуана. Мы видим, что широкий фронт хочет себя проявить. Видно, желание огромное. А где-то хладнокровия ей не хватает. Кальехон заброс мяча. Инсинья. Великолепная передача. Нет офсайда. А вот это может быть лишний пас был у Кальехона на Дриса Мертенса. Скорее нужно было самому в этой ситуации завершать эту атаку. И, по-моему, у Кальехона даже не было положения вне игры. Ну, вот мы тут восхищались некоторыми моментами. Держат постоянно перед собой футболисты Наполи. Суарес. Хэрес. Ну, вот, пожалуйста, шесть игроков Барселоны в штрафной площади. Ваген набрасывает. Весьма симпатичная. И это Ракитич еще бил поворотом. Поднимаются трибуны. Развлекает сам из себя. Бускерси гол! 39-я минута встречи становится результативной, потому что Бускерс ловит Мерета на том, что бьет четко в угол. Вот эти вот удары из штрафной площади, казалось бы, не слишком сильные. И не должны представлять какой-то опасности для вратаря. Но вот по таким ударам понимаешь, насколько ворота действительно большие. И моментальный перевод на свободного партнера. Это НС. Не знаю, может быть, нарушил какую-то тактическую дисциплину. Ваген решает слевой ноги пробиться и проверить реакцию Мерета. В общем, не самые простые оппоненты у команды Карденчилоти на старте сезона. Пошел вперед Ракитич. Первый Тинсинья. Был бы это официальный матч, я думаю, шел бы до конца. Калихот здорово обыграл! Удар и автогол! По-моему, это сам Юм Тити вносит мяч в собственные ворота. Калихон как же здорово с Фирпу-то разобрался. Но я думаю, что все-таки запишут этот мяч на Юм Тити. Хотя он, конечно, летел в сетку. И так, если по-честному, то Калихон, конечно, заслуживает этого гола. Опять, смотрите, диагонально противоположный край. Раз за разом на поле, о котором я уже говорил. Ваген. Но это вот не так точно и не так. Забирает этот мяч и Пуча. Опять открывается. Всех обманули. Подача. И здесь два-три... ...который запланирован между Барселоной и Наполи. Ничья 1-1. Очень веселый. Любой подобный матч должны оформить в красивую обертку и продать ли в Барселоне. Итак, остановка игры. У нас нарушение правила, потому что доигрался в Аге, по-моему, должен... Очень много использовали футболисты на поле передач. Помогает им в центре также Руис, номер 8-й в атаке. Калихон, 7-й справа. Это Мертенс, 14-й. Это Мертенс здорово открылся. И вот сейчас имеет возможность голевой передачи сделать Нета, опережая всех и вынужден вот так вот выбивать мяч. Какой же Мертенс красавец. Во-первых, принял передачу, когда еще не находился в офсайде. Играли, особенно касательно Гризмана, у которого гораздо больше был функционал. Подача Карлеса Перес. 18, 18 и 19 лет. Еще один. Кстати, серия. Ох, какой гол мог быть сейчас добивание. Да, хороший шанс упускает Барселона. И не важно, кто за нее играет, все равно момента достаточно. Ауреллио де Лаурентисом. Сейчас продолжим тему. Он синюю здесь пытается перебросить мяч. Перебрасывает через перекладь, да правда, а не только через вратаря. Ракитич. Нужно было палить. Рафинья. Еще один прострел. Снова Рафинья. Удар. Ну и как же не сбивает сейчас. Высший на замену. Рафинья. Страхует. Опять свободен фланг. Ваге. Но... 14, 11, кстати, по ударам. Рафинья. Верди. А там было положение. У него Верди. В спину МТТ попадает. Мущество. Я бы не стал утверждать, что она на стороне какой-либо из команд. Давис. В принципе, я ожидал, что он может быть даже сегодня в старте появится. С заменами разобрались. Не потратив на это слишком много времени. Ракитич оставляет мяч Дембеле. Ну, пожалуйста, француз штангу попадает. Дембеле. Двоих получил мяч. Открылся. Нет удара у Абеля Руиса. А вот это и есть 2-1. Неужели Бускец опять? А нет, это Ракитич. Иван Ракитич. Ракитич. 79-я минута. И я бы настаивал на том, что все-таки этот гол не взялся. Про подключение Балджирец получает мяч. Простойная передача. Забивать надо на поле. Ну, как же. Семеду мяч оставляет. Де Йонгу.